Внешность кинозвезды Энвера Хаджи. Диктатора, который верил лишь в одного бога – Иосифа Сталина, жертвы которому он приносил с завидной регулярностью вплоть до своего последнего дня. Диктатор Албании, который однажды, встретившись с Кобой Джугашвили, поклялся ему вечной дружбе и преданности. Пообещал сплотить албанских коммунистов в одну партию и поставить страну на социалистические рельсы. Свою клятву он выполнит. И ради строительства светлого будущего по сталинским лекалам будет топить Албанию в крови десятилетиями. А когда умрет сам диктатор, его не просто забудут и проклянут. Всего через семь лет после его смерти его останки перенесут на обычное общественное кладбище на окраине албанской столицы. А роскошную надгробную плиту используют для создания памятника английским солдатам союзных войск. Вот эту странную пирамиду в Тиране, столице Албании, до сих пор называют Мавзолеем Ходжи. Ее построили и открыли через три года после смерти диктатора. На самом деле похоронили его в другом месте, а это пирамида-музей, посвященный его памяти. Он задумывался как самое дорогое строение, которое когда-либо возводили в стране. Как лучшая память о лидере. Но музей просуществует всего три года. И с крахом коммунистического режима в 1991 превратится сначала в выставочный центр, затем, когда начнется война в Косово, в штаб НАТО. Потом диктаторскую пирамиду даже хотели снести, но после дебатов решили оставить как память о страшных временах правления Ходжи. Когда мы рассматривали идеи, как использовать эту пирамиду, которая предназначалась для музея диктатора, подумали, что не может быть ничего лучше, чем вернуть этот символ, это здание албанскому обществу, в том числе детям, для их будущего образования. В детстве Энвер не знал нужды ни в чем. Парень увлекался музыкой, писал стихи, даже публиковался в газетах. Свободно говорил на турецком и французском. Вот только отца он видел редко. Тот все время был в разъездах. И его воспитанием, в том числе идеологическим, больше занимался дядя Хисен. Энвер Ходжи вырос в семье торговца, торговца тканями, то есть достаточно зажиточного коммерсанта, который продавал свой товар не только в Албании, но и в соседних странах Балканского острова и Европы. Вот, поэтому у отца, наверное, хуже была возможность оплатить обучение сына сначала в гимназии в городе Корча, где он учился, а потом отправил, и закончил, да, эту гимназию, а потом отправил его на обучение во Францию. Подростком Ходжа зачитывался марксистской литературой и решил бороться за мировое счастье рабочих и крестьян. Хотя сам, конечно же, никаким пролетарием не был. В середине 30-х годов он выступал против, так называемых, как он называл это, монархов фашистских. Приехал на учебу в Францию, но он погрузился в этот мир, скажем так, студенческой революционной борьбы, да, против существующего божиого. Второй его Франция вступил в эту албанскую секцию, французская коммунистическая партия, а потом стал и членом ФКП. Для революционно настроенных студентов идеалом для подражания был Советский Союз. И Ходжа решил, какой должна быть его страна. Он был готов к борьбе, даже потеряв при этом место в университете, не лишившись государственной стипендии. Он одно время работал в Бельгии, кстати, по-моему, вступил также в Бельгийскую коммунистическую партию. Он стал, скажем так, изучать, ну, в том числе изучать наследие Маркса Венгельса, Ленина, Сталина, да, стал считать их труды, переводить на албанский язык выступления Иосифа Виссарионовича, да, также выступления других большевиков советских, переводил в постановление ВКПП, там, кремам, съездам. Объяснить безумную тягу образованного парня к личности Сталина и его методам захвата и удержания власти можно только одним. Ходжа понял, что Сталин на своем народе отработал уникальную технологию тотального подчинения людей, которой можно и нужно было воспользоваться для реализации собственных властных амбиций. Сначала вернулся в Албанию, но с помощью своих друзей, соратников-коммунистов, он попал в Москву на учебу. То есть в институт Маркса, Алгейса, Ленина. И тогда же впервые, в 1936 году, да, произошла его встреча со Сталином, которая оказала такое, ну, можно сказать, магическое воздействие на юного Альвара Ходжу, который потом неоднократно вспоминал, что эта встреча имела решающее, определяющее значение для его последующей жизни. Настоящим трамплином во власть стала для Ходжи Вторая мировая война. По решению исполкома Коминтерна, будущего диктатора переправили в Албанию с двумя помощниками от ЦК ВКПБ. Они обеспечивали связь со Сталином, который делал серьезную ставку на преданного ученика. На родине Инвер развил бурную антифашистскую деятельность, но не забывал и о главном. Помня заветы своего кумира, настойчиво взбирался по партийной лестнице. В 1942 году он снова встречается со Сталином. Еще раз обещает отцу народов построить в освобожденной Албании социализм согласно учению Ленина-Сталина. В 1944 году после освобождения Албании Ходжа становится премьер-министром и одновременно министром иностранных дел во вновь сформированном правительстве. Через три года с помощью сторонников и при поддержке Москвы он совершает переворот партии коммунистов и становится первым секретарем ЦК. После чего снова встречается со Сталином. Тот награждает Ходжу орденом Суворова и отправляет его режиму существенную поддержку. Из СССР, где за время послевоенного голода умрет до полутора миллиона человек, в Албанию непрерывной рекой текут продукты, техника и другие стратегические ресурсы. Поначалу народ ликовал. Независимость, свобода от захватчиков, помощь от СССР, на волне эйфории албанцы искренне поддерживали новую власть, которая проводила смелые реформы. Например, объявила о равноправии женщин, людей повсеместно обучали грамоте, проводила аграрную реформу, землю помещиков раздавали крестьянам вместе с тягловым скотом. Списывались многолетние долги простых людей, которых вскоре ждала коллективизация. Поначалу, когда коммунистам нужно было укрепить власть, они вовсю заигрывались с народом. В Албании было покончено с многопартийностью. Конституцию страны составили по советским лекалам с авангардной ролью партии. В стране ширилась борьба с врагами народа и одновременно формирование культа личности самого Хаджи. После избрания лидером партии, его именем был назван первый в стране тракторный завод, построенный на деньги с СССР, как, собственно, и множество других заводов и фабрик, названных его именем. А первый пятилетний план для Албании, кстати, тоже был разработан в советском госплане. Разумеется, диктатор помнил, кому и чем он обязан. И даже один из городов страны, Кучёва, назвал именем Сталина. Народ Албании высказал безграничную любовь своему освободителю и защитнику, Советскому Союзу и великому Сталину. Но любовь к СССР как ветром сдула, как только умер Сталин. Потеряв покровителя, Хаджа не на шутку испугался и даже не приехал на похороны отца народов, сославшись на болезнь. Видимо, опасаясь, что и сам может отправиться вслед за учителем. Сотрудничество продолжалось, конечно. Строились заводы, фабрики, школы, больницы на советские деньги. Скажем, всё это продолжалось. Так продолжалось вплоть до 1956 года, когда на 20-м съезде Хрущёв выступил с докладом о культе личности Сталина. На этом съезде Энварь Хаджа присутствовал. Но когда началось слушание вот этого секретного доклада Хрущёва о культе личности Сталина, он демонстративно встал и вышел из зала. Хаджа вовремя понял, чем грозит ему советская оттепель и, вернувшись в тирану, запустил новую волну репрессий. Те, кто выступил против Худжи с обвинением в сталинизме, были вычищены, были казнены, были осуждены, получили тюремные сроки. В общем, та очередная оппозиционная группа Албанская партия Туна была разгромана. Конечно же, ничего хорошего народу это не принесло. Хаджа убивал всех, кого мог лишь заподозрить в нелояльности. В стране полным ходом шла депортация. Тысячи албанских семей, признанных неблагонадёжными, разъединялись и переселялись в другие места и труднодоступные районы. Прошло 40 лет с момента казни моего мужа. После его казни меня с двумя дочерьми отправили в трудовой лагерь, где мы пробыли 12 лет, после чего я смогла вернуться назад. Я хочу найти останки моего мужа и похоронить его в могиле. До сих пор множество людей не могут найти даже останки своих родственников. Политический террор проводила тайная полиция Сигурими. Считается, что за время правления Хаджи пострадал каждый третий гражданин страны. Хаджа полностью изолировал свою страну. Народ он призывал жить, работать и бороться, как в окружении. В стране внедрялся продуктообмен. Было запрещено иметь автомашину, дачу, слушать рок-музыку, джаз, носить джинсы, пользоваться вражеской, по утверждению руководства партии, косметикой. Европейская Албания стала в чём-то похожа на современную Северную Корею, только без ядерного оружия. А чтобы защитить идеи Сталина, Хаджа решил готовить Албанию к обороне. По его приказу, по всей стране началось строительство бункеров. От небольших полусфер до целых подземных городов. Самая бедная страна Европы вкладывала все свои последние деньги в создание бетонных укрытий и тысяч километров тоннелей. Казни продолжались практически до последнего дня диктатора. Поэтому, когда 11 апреля 1985 года Хаджа отправился вслед за своим учителем Сталиным, скончавшись от кровоизлияния в мозг, большинство и граждан, и политиков вздохнули с облегчения. 12 ноября 1973 года. Киев прибыл президент Социалистической Федеративной Республики Югославии. Товарищи, граждане города Киева, позвольте мне в первую очередь поблагодарить вас за эту теплую встречу. Я приветствую вас от имени югославской делегации, правительственной делегации, от имени югославских народов. Ликующие толпы, цветы, женщины с караваями и, конечно же, поцелуи дорогого Леонида Ильича. Тита был частым гостем в СССР в более поздний социалистический период. Но он хорошо знал цену этой дружбе. Ведь поначалу в стране Советов разрабатывали планы его устранения. О феномене этого человека, кем он был на самом деле, до сих пор спорят историки. Крестьянский сын с безупречными манерами аристократа, говоривший на родном языке с иностранным акцентом. Он был женат пять раз. Свою пятую жену, Иванку, он посадил под домашний арест на несколько десятилетий. Для Запада он был, безусловно, коммунистическим диктатором. Для СССР и его сателлитов предателем идей коммунизма. Кем он был для граждан самой бывшей Югославии, до сих пор нет единого мнения. Это был по всем параметрам уникальный человек. Одновременно и диктатор, и человек, который совершил определенные преступления. С другой стороны, это был чем-то гениальный человек в то время. И, в принципе, это одна из наиболее загадочных личностей вообще истории Европы 20-го века. В детстве мечтал Брос стать портным, шить красивую одежду. Но осваивать ему пришлось слесарное дело. Парень быстро впитывал в себя социалистические идеи, которые в то время будоражили рабочих по всей Европе. Он начал не только читать, но и распространять социалистическую газету, принимать участие в первомайских демонстрациях. Но вскоре был призван в армию. Он вступил в австро-венгерскую армию. И буквально в следующем году он уже попал на фронт Первой мировой войны как унтер-офицер австро-венгерской армии. И в 1915 году, весной, на территории современной Черновицкой области Украины он попал в русский плед. Уже в лагере для военнопленных в городе Кунгур Пермского края Брос впервые познакомился с большевиками. Поначалу он не очень перенялся их идеями, но после череды побегов из лагерей, участия в демонстрациях и даже службы в отряде красногвардейцев зимой 1917 года вступил в югославскую секцию РСДРП. В 1920 году Иосиф Брозович, как он проходил по документам в России, вместе с женой возвращается на ротину, где разворачивает бурную коммунистическую деятельность и за это пять лет проводит за решеткой. После освобождения Иосиф несколько лет работал в Москве в Коминтерне, но едва не попав под репрессии, потеряв в подвалах НКВД жену Анну, Броз снова возвращается в Югославию готовить революцию. Но тут началась война и Броз, которому уже тогда дали прозвище Тито, потому что часто раздавая задачи говорил слова Тито сделай, Тито сделай, понял, что это тот самый мировой пожар, о котором давно мечтали коммунисты. И хотя раньше коммунистов разуть его успел Гитлер с Муссолини, Броз Тито был уверен, это его шанс. Поначалу коммунисты действовали очень хитро. Коммунисты не афишировали свою идеологию, они просто представляли себя как народные вожди, вот давайте видим оккупантов, давайте поднимать восстание. То есть они апеллировали каким-то нейтральным темам, что мы, мол, народные лидеры, мы из партии, но мы просто хотим дать отпор оккупанту. Поначалу коммунисты и социалисты, которых Тито организовал в народно-освободительную армию Югославии, даже провели на равных несколько операций совместно с вчерашними врагами, сербскими партизанами-чатниками. Но вскоре и Югославское правительство в изгнании, и союзники признали именно Тито верховным командующим. Его партизанской армии помогали оружием и припасами, поддерживали их операции с воздуха. Мощь партизан Тито была настолько велика, что немцы даже пытались убить его, высадив для этого 25 мая 1944 года специальный воздушный десант. Но неудачно. В то же время где-то 75% территории Югославии было освобождено от оккупантов руками исключительно партизан. И это реально феномен, такого в Европе нигде не было. И это один из тех важных аргументов, которые был у Тито для того, чтобы инвестировали в двор на равных со Сталином, а не почувствовали себя как какой-то сателлит, какими были все остальные страны в Состочной Европе. Наконец свершилась его мечта. Югославия стала коммунистической, и он в ней правил. Но вот только делиться своей властью Брос Тито ни с кем не планировал. Когда Красная Армия начала насиловать, грабить и местами убивать местное население в Сербии, стали наследовать, что типа это молодые ребята, военные, давайте закроем глаза. Тито глаза не закрыл, и Югославия из союзника стала почти врагом. В 1949 году по инициативе СССР был разорван договор о дружбе, а руководство страны отныне называли кровавой кликой и полицейским режимом фашистского толка. Сталинские спецслужбы даже готовили покушение на Тито, но прозу повезло, Сталин умер раньше. Тито решил, что Югославия пойдет своим уникальным путем, самоуправленческим социализмом. Главный его принцип, рабочие должны сами управлять своими фабриками. В тоталитарном СССР это вызывало приступы лютой ненависти, в чем только не обвиняли Тито советские товарищи. И в троцкизме, и в корпоративизме, но у Тито были стальные нервы. Так или иначе, но Иосиф Прозович заставил русских товарищей с собой считаться. Кстати, Тито очень хорошо наладил сопротивление с НАТО и США. В начале 50-х годов американцы буквально оружие оставляли Югославии и Тито, чтобы помочь ему в случае на Победе СССР. Но главной задачей для диктатора оставалось решение внутренних вопросов. Югославия была мультиэтнической страной, где у многих изнаселяющих ее народов были давнешние исторические обиды и претензии друг к другу. Решать их Тито взялся со свойственной ему решимостью методом кнута и пряника. Давал субъектность малым народам, одновременно дробил территорию больших и жестоко расправлялся даже с намеками на национальное возрождение. Несколько десятилетий не только репрессий, помноженные на сытую по социалистическим меркам жизнь, немного сгладили национальные противоречия в стране. И когда диктатор умер 4 мая 1980 года, большинство граждан разных национальностей восприняли это как глубоко личную трагедию. В тот день плакала вся страна, а в стадионе в Сплите был остановлен футбольный матч чемпионата Югославии между командами Цайдук и Цервена Звезда. После объявления диктором о смерти Тита футболисты и судьи заплакали, а 50 тысяч болельщиков на трибунах в один голос запели «Товарищ Тита, мы тебе клянемся, что никогда не свернем с твоего пути». На ладо смерти президента сообщили вечером по телевидению. В один момент экраны телевизоров стали черными. На траурном фоне закатровый голос сообщил стране «Умер товарищ Тита». А это тот, кто развалил построенное Тита и утопил в крови всю страну. Балканский мясник, серийный убийца, сербский Гитлер. Все это о диктаторе Слободане Милошевича. Современники прочили ему карьеру начальника железнодорожной станции. Однако в конце 80-х по протекции своего дяди, который потом загадочно исчез, Слободан стал первым секретарем и главой сербской компартии. В те времена страны социалистического блока отрещали по швам. Исключением не стало и Югославия, в которую входили шесть республик – Сербия, Хорватия, Словения, Македония, Черногория и Босния-Герцеговина. Однако если в СССР и Чехословакии период распада прошел относительно мирно, Милошевич развязал на Балканах кровопролитный конфликт. Распад бывшей Югославии начался в Косово и там же закончился. Этот регион, населенный преимущественно албанцами, сербы считали колыбелью своей нации. Там сформировалась сербская автокефальная церковь и находится большое количество православных монастырей и святынь. На Косовом поле произошла в 1389 году знаменитая битва с турками, являющаяся в сербском национальном сознании Полтавой, Бородиным и Сталинградом вместе взятыми. В 1989 году в 600-летнюю годовщину битвы на Косовом поле Милошевич заявил, что сербское меньшинство в Косово подвергается унижениям, чем спровоцировал конфликт. Я хочу вам сказать, товарищи, что вы должны оставаться здесь. Это ваша земля, это ваши домашние очаги, ваши поля и сады, это ваша история. Вы не должны оставлять эту землю, только потому, что жить здесь трудно. Вы должны оставаться здесь во имя ваших предков и ваших потомков. Югославия не существует без Косова. Милошевич провозгласил сербов титульной нацией, которые, по его мнению, избавили Балканы от османского ига. Это в первую очередь не понравилось хорватам, которые обвинили Милошевича в великосербском империализме. Начался парад суверенитетов, в ответ Милошевич направлял войска-карателей в неподконтрольные республики. Славянский конфликт был почти бескровным, в отличие от хорватского и боснийского, во время которого погибли тысячи человек, сотни тысяч стали бешенцами. Так, в результате резни в Сребренице от рук сербов погибли до 8 тысяч взрослых мужчин из числа боснийских мусульман. Спустя много лет Дамир нашел в общей могиле череп своего отца. Я, как мне показалось, сумел узнать улыбку отца. Из-за постоянных войн и санкций уровень инфляции в 90-х в Югославии достиг миллиона процентов. В то же время власти Швейцарии сообщали, что на замороженных счетах людей близких к Слободану обнаружили 100 миллионов швейцарских франков, а сам президент выкачал из страны примерно 5 миллиардов долларов. Это почти половина внешнего долга Югославии, которой Милошевич управлял на протяжении 10 лет. По аналогии с путинским пианистом Орал Дугиным, свои финансовые аферы Милошевич проворачивал через братьев Каричей. Бывшие уличные музыканты быстро стали владельцами финансовой империи. Потом следствие установило, что Слободан действовал через подставных лиц офшорной компании и спекулировал на девальвации сербской валюты. Если Милошевич и его супруга отчаянно создавали иллюзию скромности, то его дети никогда не скрывали, что сказочно богаты. Его дочке Марии принадлежали столичные радио- и телестанции, а сын Марка, известный Повеса и Плейбой, был тесно связан с контрабандой бензина и табака, торговлей наркотиками и оружием. Мой сын Марка все, что имеет, заработал собственными руками. В 1999 году страны НАТО обвинили Милошевича в военных преступлениях и геноциде. В результате бомбардировок авиации Альянса югославская армия была выведена из Косова. А уже через год на президентских выборах в Югославии победил соперник Милошевича Воислав Каштуница, который выступал за интеграцию Сербии в Евросоюз. Диктатор отказался признать поражение, однако в результате так называемой бульдозерной революции был свергнут. Милошевич оставил своему преемнику страну в полном упадке. Раньше мой муж работал, но сейчас безработный был слесарем, все разрушено. Кто вас довел до такой ситуации? Все правительство во главе с Милошевичем. В 2001 году Милошевича арестовали и передали международному трибуналу по военным преступлениям бывшей Югославии. Однако процесс по делу Милошевича не успел закончиться. Подсудимый умер в тюрьме Гааги в 2006 дом году. Редактор субтитров Корректор А.Егорова ТОРМАН ТОРМАН ТОРМАН